Музыка Более 600 путёвок мать и дитя будет закреплено отделением социальной защиты населения. 352 ребёнка и 286 родителей отправятся на оздоровление по данной программе. Приёмная кампания проходила с 20 ноября по 20 декабря 2020 года. Основной период заезда в санаторно-курортные учреждения будет проходить с апреля по сентябрь. Курс лечения детей и их пребывания составит 21 день. Город и санаторий будут известны в марте. Напомню, путёвки предоставляются семьям, у которых доход не превышает двукратный прожиточный минимум на каждого члена семьи. Также должно быть наличие медицинских показаний к санаторно-курортному лечению. В первую очередь путёвки даются многодетным семьям и людям, воспитывающим ребёнка с ограниченными возможностями. Поездка в санаторий возможна только в сопровождении взрослого. Это может быть один из родителей, опекун или близкий родственник. Путёвка за счёт средств окружного бюджета предоставляется раз в два года. Этим правом могут воспользоваться дети с третьей группой здоровья возрастом от 4 до 12 лет, и дети с четвёртой и пятой группами здоровья возрастом от 4 до 15 лет, которым поездка в санаторий рекомендована по медицинским показаниям. Рекорд по надоям. В Нинницкой агропромышленной компании в 2020 году удой на одну корову составил 6 тысяч килограммов. Об этом сообщил руководитель регионального департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Альберт Чабдаров в ходе оперативного совещания губернатора Нинницкого округа. Благодаря активной государственной поддержке сельскохозяйственной отрасли, производство молока в регионе в прошлом году увеличилось на 5,5%. Это очень высокий показатель для нашего округа. Также животноводам предоставляется по льготным тарифам электроэнергия и субсидии на 1 килограмм отгруженного или реализованного на собственную переработку молока. Частично возмещаются государством и траты на доставку из села в город, сельхозпродукции, а также на производство мяса крупного рогатого скота. Программа «Земский учитель» продлена на 2023 год. Изначально она была рассчитана только на три года – с 2020 по 2022 годы. По оценкам профильного министерства, количество вакансий в стране, включая малые города, составляет около 8 тысяч учителей. В этой связи было принято принципиальное решение продлить программу. Средства на ее реализацию в регионах распределяются по заявочному принципу в зависимости от нехватки учителей в тех или иных селах или малых городах. Программа «Земский учитель» начала реализовываться по инициативе президента с 1 января 2020 года. Она нацелена на поддержку педагогов в возрасте до 55 лет, переезжающих на работу в села и малые города. Предусматривается выделение им единоразовой выплаты в размере 1 миллиона рублей. На реализацию программы «Земский учитель» с 2020 по 2022 год из федерального бюджета выделено 4 миллиарда рублей. По условиям программы, всем учителям, которые поедут работать в сельскую местность или малые города, выделят по 1 миллиону рублей. Тем, кто будет работать в сельских школах на Дальнем Востоке – 2 миллиона рублей. Нинецкий автономный округ также участвует в программе. В 2020 году в рамках соглашения с профильным министерством в округ приехали два специалиста. Преподаватель иностранного языка в школу поселка Искателей и учитель математики в школу поселка Индига. В этом году также ожидается приезд двух специалистов – Воксина и Харивер. Правила приема в первый класс изменились. Об этом жителям региона напоминает Департамент образования, культуры и спорта. Новое правило Министерство образования утвердило еще в сентябре 2020 года. Они касаются порядка закрепления школы за микрорайоном, права на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием, сроков приема заявлений на обучение в первый класс, методов подачи документов о приеме в школу. Одно из нововведений касается сроков приема заявлений в первый класс для детей, которые проживают в домах, прикрепленных к школе, то есть по прописке. Согласно новым правилам, прием начнется 1 апреля и завершится 30 июня. Напомним, ранее родители несли документы в школу с 1 февраля. Для будущих первоклассников, которые собираются учиться в школах других районов, прием заявлений на свободные места начнется 6 июля. Ранее заявления принимались с 1 июля. Принимать документы будут до момента заполнения свободных мест, но не позже 5 сентября текущего года. В округе действует постановление о закреплении образовательных организаций. Документы о приеме в школу можно подать следующими способами. Лично, по почте с заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте образовательной организации, через официальный сайт школы. В документе закреплено приоритетное право зачисления детей в ту же школу, где учатся их братья и сестры. Кроме того, правила по-прежнему регламентируют возраст обучения в начальной школе. Не младше 6 лет 6 месяцев и не старше 8 лет. Если родитель хочет отдать ребенка раньше или позже, требуется письменное заявление родителей и разрешение учредителей школы. 25 января в день студента стартует 5-й региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Соревнования проводятся в рамках национального проекта образования и направлены на повышение престижа рабочих специальностей и конкурентноспособности профессионального образования. Открытие чемпионата пройдет в онлайн-формате, а все состязания с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер. В этом году соревнования пройдут на площадках трех учреждений среднего профессионального образования Нарьинмара в Ненецком агроэкономическом техникуме имени Волково, в социально-гуманитарном колледже и в Ненецком профессиональном училище, которые оснащены всем необходимым оборудованием. 80 студентов и школьников старших классов от 14 до 22 лет уже подали заявки для участия. Студенты окружных учреждений среднего профессионального образования будут состязаться в восьми компетенциях, школьники – в двух. Среди них предпринимательство, ветеринария, социальная работа и электромонтаж. В мероприятиях примут участие более 70 волонтеров и 95 экспертов, среди которых потенциальные работодатели студентов. Средства на проведение чемпионата выделены в рамках соглашения о сотрудничестве между окружной администрацией и компанией «Лукойл». Осторожно, мошенники! Жительница Наринмара лишилась 700 тысяч рублей. Желая увеличить свой доход, женщина стала играть на бирже. Однако стала жертвой обманщиков. Пострадавшая подала заявление в полицию. Сейчас ведомство проводит проверку по данному факту. Всего за 2020 год зарегистрировано 80 фактов мошенничества. Из них 53 – посредством IT-технологий. В итоге доверчивые жители региона обогатили мошенников на сумму свыше 10 миллионов рублей. При этом самое крупное хищение было более 4 миллионов рублей. Самое мелкое – 30 тысяч. Мошенники каждый раз придумывают новые схемы обмана граждан. Как показывает практика, жертвами аферистов становятся тысячи людей разных возрастов по всей России. Для легковых автомобилей «Зимник» на Ринмарусинск все еще закрыт. Напомню, временная дорога в республику Хуми была открыта 16 января. Но только для грузового транспорта. Как пояснили в профильном ведомстве, как только строители устранят неровности в ледовом покрытии, дорога будет открыта для всех машин. Это сделано во избежании застреваний и чтобы проезд был безопасен для легковушек. Напомню, общая протяженность «Зимника» составляет порядка 55 километров. Скорость движения около 50 километров в час. На сгорных участках – 30 километров в час. Для водителей, попавших в трудную ситуацию, должны работать три дорожных ремонта пункта, где можно отдохнуть и подождать помощи. Почти две тонны писем и посылок за начало года получили жители «Каратайки», «Амдермы», «Нижний» и «Верхний Пёши» и «Омы». Корреспонденцию доставили почтовыми кругорейсами. Напомню, дополнительное соглашение о совмещенных маршрутах между Почтой России и Наринмарским объединенным авиаотрядом было подписано в прошлом году. Это позволило не дожидаться чартерных рейсов для отправления посылок и писем. Благодаря кругорейсам ускорилось время доставки до удаленных массивных пунктов, а также снизилась нагрузка на сортировочный центр. Напомню, впервые такой почтовый кругорейс был выполнен 25 ноября 2020 года. Всего в прошлом году было отправлено 9 кругорейсов, а также 74 чартерных рейса. Общий вес отправлений за 2020 год составил 85 тонн. Нинецкий округ полностью готов к старту массовой вакцинации от коронавируса. Жители региона могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Со 18 января Министерством здравоохранения были сняты ограничения на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Таким образом, теперь привиться смогут и граждане старше 60 лет. Записаться на прием можно по телефону и через портал госуслуг. На сегодняшний день в Нинецком округе прошли вакцинальный цикл 152 человека. 283 прошли первый этап. На следующей неделе в регион ожидается поступление более тысячи доз вакцины. Редактор субтитров А.Семкин